Вот так вот сталкивается поколение Санкт-Петербургское Биеннале цифрового искусства Находится в здании Бывшей конюшни Мы не в Англии И газоны в нашем климате Увы, не восстанавливаются Осталось выяснить Только один вопрос Это Путин? Инфраструктура, конечно Немного местами покосилась И вот приходится ходить вот так Это фальшивка Там ничего нет Аааа Я только сейчас понял, что это Бабар И отдельно хочу отметить, что здесь Множество скульптур Вероятно гранитных Невероятной просто красоты Привет, ребята! Чуть свет, чуть первые лучи пробились Из-за горизонта А мы уже здесь Продолжаем свое путешествие По Транссибу Сегодня на очереди Второй выпуск про город Иркутск Ну и, конечно же, где мне его начать? Как мне у знаменитого красавца Бабра Здесь он и правда хорош Погнали! Там кое-что интересное В Иркутске невероятное количество деревянных домов Причем архитектура этих домов достаточно узнаваемая В прошлом выпуске я показал вам некоторое количество разрухи Но почему-то из-за того, что То ли глаз замылился, то ли что Я в своих фотографиях совершенно не обнаружил деревяк И вот мы в целом квартале деревянных домов Называющимся 130-й квартал Сами иркутяне начали селиться здесь Еще в начале 18 века Это место было чертой Города неблагодарная, достаточно сельская местность В 2008 году, к 350-летию города Решили создать целую Иркутскую Слободу Какие-то дома реставрировали из бараков Какие-то дома перевезли сюда с других мест И получилось вот такое вот интересное местечко Ну и еще, конечно же, интереснейший факт В этих интерьерах снимали некоторые эпизоды фильма «Елки-3» Пока во всей России ревитализируют лофты Здесь делают вот так Строят первый этаж На него ставят богатую избу какого-то купца Альпромышленника И устраивают там отель Да, пивоварню Хорошо хоть здесь, как на улице Урицкого Пешеходные не напихали Всяких похабных магазинов Вот это вообще шедевр Брандмауэр И только фасад Причем последнего этажа тут деревянный Честно говоря, все это смотрится как новострое Ну понятно, если брали за основу бараки То при переборке Да, конечно же, почти все здесь новое Но выглядит на самом деле Очень классно, очень модно И вот, судя по всему, все это завершается Каким-то большим торговым центром И вход как раз таки вот с этой вот милой улицы Я был, подумал, что передо мной табличка Молотая историческая ценность Памятник культуры А нет И что-то на других домах я такого тоже не замечаю Улица 3 июля Что произошло 3 июля? Что вообще происходит в Иркутске? Улица каких-то декабрьских событий Улица какого-то 3 июля Тут, возможно, какой-то свой Солнечный Или лунный календарь Ну кайф ли это? Да, конечно Ребята Такой комплекс Современный, классный, здоровский Можно провести здесь Не один час За бархоппингом Или чем-то подобным Сходить в ТЦ Потусоваться Я представляю, сколько здесь Молодняка Особенно учитывая, что здесь через дорогу Большая школа, к примеру Что ж, виды, конечно, открываются С обзорной площадки Не самые живописные Но Это мы простим Просто не поворачивайтесь сюда Классно, что это Вот так вот еще реализовано К тому же Трехуровневое получается пространство Очень удобно Все видно И, так скажем, имитирует Какую-то нагорную часть Похвально Ну что, довелось мне услышать мнение местных А вот местные говорят Что сюда Не ходят Потому что, мол, управляющая компания Очень плохо Справляется Ну, действительно, здесь есть места Где И плиточка Пообита Где и ливневки И сорваны И, ну, где-то совсем Что-то, может быть, отваливается Но это вопрос, опять же, к управляющей компании В целом, мне кажется, если не говорить о намеке на какой-то историзм То это очень даже Неплохое Привлекательное место А вот это все Разваливающееся Ну, блин Черт возьми Напротив 130-го квартала Продолжаются деревяшки От Министерства культуры Взяло себе Несколько скромных зданий Ну и поддерживает их В приемлемом состоянии А на этом доме уже Действительно написано Что это памятник Истории И культуры Ну, а настоящее Деревянное зодчество Которое не поддавленное Которое Не такое Принаряженное Выглядит примерно Вот так Тоже старенькие Ворот Которые наверняка остались здесь Чуть ли не с царских времен Подемневшая Резьба под крышей Остатки горения Ну и дом Суть по всему Уже Никоим образом не эксплуатируется Так что сами Определяйте В чем для вас Лицо Деревянного Иркутска Здесь же Неподалеку Стоит Крестово-Сдвиженская Церковь Достаточно Самобытный Памятник Локального Сибирского Барокко 1760 года Церковь достаточно Крупная Богато Украшенная Что Неудивительно Поскольку сделана Она Поставлена В качестве Некого Символического Жеста Богатеющий Иркутска В те времена Пытался Оспорить Звание Столицы Сибири Стобольском И поэтому Решено было Выстроить Вот такой Вот Красивейший Богатый Храм Посмотрите На специфику Узоров На этой стене Гробарь Описывал Эту церковь Как Наивное Сочетание Отголосков России И Украины С привкусом Востока И действительно В этих орнаментах Безусловно Есть что-то Восточное Что-то Может быть От буддийских Практик Но это В целом Для сибирского Барокко Характерно Просто Посмотрите На эти ворота Как они Орнаментированы И наверняка Не просто так У всего этого Есть какое-то Значение В этих двух Полукружиях По углам Дверного Проема Угадываются Силуэты Крыши Датсана Абсолютно Точно Вам говорю Ну и это Что-то Солярное И совершенно Не похоже На символ Христианский Действительно Удивительная Церковь И тем Она выразительнее Что все Элементы Декора Сейчас В ней Выделены Вот таким Вот Охренным Оттенком А вот Еще Вам Немного Деревянного Иркутска Здесь К сожалению Уже все Наверное Не так Радужно Но смотрите То о чем Я упоминал В первом выпуске Даже Здесь Есть Указатели С достопримечательностями Где вы И все Такое Прочее В таких Казалось бы Совсем Неприветливых Местах Находится Новый Иерусалимский Парк Когда-то Здесь Находилось Кладбище После того Как В 1772 Году Сенат Издал Указ О том Что Людей Теперь Гожем Хоронить Только За пределами Города Отвели Для кладбища Мест По предварительным Прикидкам Здесь похоронены Едва ли Не 200 тысяч Иркутян Перед нами Соответственно Новая Иерусалимская Церковь А в советское Время На Иерусалимской Горе На возвышенности Естественно Откуда виден Если не весь город То многое Поставили они Центральный парк Культуры отдыха Который К 90-м годам Обветшал Все Аттракционы Пришли в негодность Все это Рекультивировали И по факту Рядом с центра Города Оказалось Несколько Десятков Гектаров Пустыря Сейчас говорят Что-то там Реновировали Пойдемте Посмотрим Тишина Благодать Спасибо Иркутску Конечно За то Что он находится Не на такой уж Мощнейшей Возвышенности Как например Красноярск Находящийся В Котловине И отойти От центра Здесь можно И горой Здесь зовут То Чем в Красноярске Не назовут Даже холм Несмотря на то Что никакого Кладбища Здесь нет Все было Рекультивировано Еще в советские Времена На входе Нас ожидает Табличка О том Как это кладбище Выглядело Где Что находилось Тогда конечно же Всех хоронили Вместе Католиков Евреев Летеран Мусульман Православных Ну и немножко Истории Создан здесь Небольшой Мемориальный Парк В котором Рассказывается О Жителях Иркутска Захороненных Очевидно На этом Кладбище Которые Внесли Своё Немалое Слово И дело В становление Этого Сибирского Города Насколько Мне известно Где-то Здесь еще Существуют Надгробия Например Писателя Публициста И общественного Деятеля Загозкина Есть Захоронение Советских Времен Различных Героев Летчиков Довоенных Но в целом Суть по всему Вся Иерусалимская Гора Сейчас представляет С собой Парк Для прогулок За исключением Этой части Венчает Весь Мемориальный Комплекс Очень интересная Часовенка В честь Второго Пришествия Христова Свооружена На месте Первого Входа Иерусалимского Храма Он Насколько Мне известно Был деревянный Чуть позже Он был Перестроен В камне И находится Уже Вот там Где мы Были Виднеется Сейчас Среди Дерев Под Вот этим Стеклом Ныне Заледеневшим Находится Несколько Еще Старых Могильных Плит Думается Мне в более Теплое Время Было бы Все видно Говорят Что Многие Плиты С кладбища Затем Использовались Для Строительства Некоторых Городских Зданий Вот здесь Видно Гораздо Лучше Что-то Действительно Сохранилось Покидаем Парк Через Такую Ротонду И снова Погружаемся В деревянный Иркутск Тут совсем Все Печально Очень Печально В качестве Лирического Отступления Хочется Иркутск Немного Поругать Светофоры И пешеходные Переходы Абсолютно Невозможные Время На переход Дается Даже Четырех Шести Полос На дороге В пределах 15-20 секунд То есть я Еле-еле успеваю А например Какая-нибудь Бабушка Ну вы понимаете Она вообще Застрянет Где-нибудь На второй полосе За это время Ну и Время ожидания Конечно большое Ну и сам Иркутск Видимо в свое время Не получил толкового Городостроительного плана Поэтому Здесь Ужасающие Сетки Улиц Совершенно Неровные Непонятные Хотя здесь Честно говоря Прям напрашивается Версальский Трезубец Прямо От вот этой вот Излучины Ангары Где мы были В первом выпуске Продолжая Уралом Уралом Здесь же В своей усадьбе Он создал Музей Который существует Здесь до сих пор Куда за символическую цену Мог входить И стар И млад И приобщаться К русской культуре Заметно Мюшни У нас сохранилось Толь 4 Толь 5 Ну и естественно Разбит Небольшой парк Несколько красивых беседок Установлено В парковой части И вот эта вот Прекрасная беседка Горка Узорчатая И очень-очень Красивая Сейчас вокруг Встречаются Разнообразные Современные строения А во времена Бытия Сухачевым городской Головой Все это было За пределами Основной части Иркутска И по сути Являлась Усадьбой Загородной Был у него Еще один участок С домами Рядом с Иерусалимской Горой Но из тамошней Усадьбы Он решил выехать Поскольку Казалось она Ему очень большой Но если Та усадьба Казалась ему Большой То каких же Она была Размеров Относительно Здешних Мы Не в Англии И газоны В нашем климате Увы Не восстанавливаются Непосредственно Перед усадьбой Стоит танк Иркутский Комсомолец В честь Танковой колонны На которую Собрали Денег Местные Трудящиеся И говорят Что находится Он тоже На месте Где стояло Одно из зданий Усадьбы В частности Барский дом Где как не здесь Сквере декабристов Вспомни Что в 1826 году В Иркутск Прибыли первые Сыльные Декабристы Волконский И Трубецкой А северное общество В своем уставе Вообще Прописывало Что Мол Иркутск Должен стать Столицей Независимой Ленской Державы Относительно Независимой Конечно В составе Российской империи Уже тогда Хотели делать Штаты Но сколько Таких дел Было Сибирская Республика И прочие Истории Самолеты Здесь шумно Летают над городом А мне Хочется Вот что сказать Когда-то Маршрут Воздушный Между Иркутском И Москвой Был самым длинным В мире Четыре с половиной Тысячи Километров А с 1956 По 1958 Год По этому маршруту Летали Единственные В мире Реактивные Самолеты Ту Теперь Тушки Наверное Уже не летают Над городом Но Все равно Слышно Как Заходят На посадку Самолеты Аэропорт Здесь прилегает Городу И обволакиваем Городом Поэтому Частенько Вы возможно Будете его Проезжать Какая внезапно Красивая Величественная Мечеть В основном Мусульмане Представленная В Иркутске Татара Башкир И собственно Основная Первая мечеть Была Татарскими Купцами Братьями Шифигулиными Еще В 1897 Году Правда Была она Деревянная Эта Мечеть Построена В 1905 Году В советское Время Был разобран Минорет Восстановили Его только 10 лет назад Сама мечеть Является Центром Байкальского Муфтията Мечеть Читал я Собрана Из какого-то Местного Специфического Камня А вот Минорет Как я замечаю Надстроен Из дерева И поглядите На Восточные трубы На их навершия Очень типично Для Местного Иркутского Деревянного Зодчества Вообще Мечеть Составляет Очень Интересную Страницу Нашей истории Все они Исторически Начали строиться Примерно В одно и то же Время В конце 19 века И было Множество Правил Ну например Построить мечеть Можно было Только если В населенном Пункте Не менее 200 Прихожан И если Они могут Подтвердить Все это Финансово Поэтому зачастую Мечети Впитывали в себя Какие-то Национальные Особенности Вот например Как здесь И снова Деревянных Домов Тут целая Слобода Слободка Раскинулась Небольшая Посреди новостроек Вот таких Фантастических Стекляшек И торговых Центров А здесь Что-то Совсем Необычное В оформлении Такое Точно Нигде Не видел Нет Ну вы уже догадались На одной Улице С мечетью Стоит Синагога 1879 год Написано Над входом Но на самом деле Та Погибла В пожаре Это здание 1882 года На данный момент Является Старейшей Действующей В России Синагогой Что ж Воистину Оная Выглядит Крайне Монументально И Торжественно Ну и конечно же Является Региональным Памятником Мы честно говоря Находимся Около Центрального Видимо Рынка Попали В какое-то Гетто Лучше Рассмотрите Красивую Синагогу Она пожалуй Является Жемчужиной Здешних Мест Несмотря на то Что И вот Такое Вот здесь Сохранилось Богатое Городское Усадебное Но в целом Тут Обстановочка Так себе За еще Одной из деревянных Оград Кроется Дом Трубецкий В котором Сейчас Располагается Музей Декабристов Но К сожалению Это не настоящий Дом Настоящий Дом Трубецкий Сгорел В 1908 Году А именно Эта Усадьба Построена Для одной Из трех Его Дочерей В 2007 Году Полностью И этот дом Разобрали И пересобрали Заново Поэтому Здесь тоже Достаточно Вряд ли Настоящий И Оригинальный Дом Но вот видны При усадьбе Хозпостройки Все не просто так Не просто дом Посреди чего бы то ни было Нам предоставляется Возможность пройти И осмотреть Дом И хозпостройки В объеме Очень здорово Что уже не первая Городская усадьба Так оформлена И открыта Для гостей Что неудивительно При таком огромном количестве Конечно же Памятников Деревянного Зодчества В городе С которыми Я до сих пор Не понимаю Что Иркутск Собирается делать Неподалеку Располагается Усадьба Соратника Трубецкого Соответственно Князь Волконского Дом изначально Был построен В селе Урай В 1838 году После Соответственно Десяти лет Ссылки Через некоторое время Волконскому Позволено было Переехать В Иркутск Куда он И перенес Свой дом Ну Как мы знаем Обычная Практика Здесь также Располагается Филиал музея Декабристов После того как Волконские Все таки уехали Из Иркутска Все это местечко Было куплено Местным купцом И здесь Образована Школа Для неимущих В советское время Были казармы А дальше Поделили Главный усадебный дом На 20 Комнат И сделали Коммуналку Здесь вы тоже можете Видеть Целиковый Хозяйственный Комплекс Построек Вплоть до Вот такого Колодца Это фальшивка Там ничего Нет У меня за спиной Достаточно Заштатный Спас-Преображенский Храм Даже Показывать вам Его Подробно Не буду И вообще Здесь достаточно Красиво Хороший Такой Скверик Можете видеть Видимо Деревья Все эти Зазеленеют Когда-нибудь И будет Здесь хорошо Он Располагается Театр Но к сожалению Это место Тоже гетто Которое Что-то тянется Прямо От центрального Рынка Потому что Здесь находится Автовокзал И соответственно Здесь огромное Количество Каких-то странных Селюков Бичей Алкашей Я вот только что От двух персонажей Отбивался Потому что Им одновременно Понадобило все Сколько время Мелочь Сигареты Эх Надо как-то С автовокзала Прямо Людей Фильтровать Вы знаете Через живой фильтр Не подходишь Все Not ok Уезжаешь Обратно Что ребят Пересекаем с вами Долину Не самой Прекрасной речки Ушаковка И отправляемся Вот теперь уже В настоящее Видимо Где-то Оно же Частный сектор Чтобы смотреть Тамошние Достопримечательности А там я нашел Парочку Интересных Правда Они достаточно сильно Относить друг друга Разбросаны Было бы странно Пожалуй Если будучи В Примайкалье Мы не нашли бы Ни одного Датсана Стоит он Совсем Где-то На окраине Община Естественно Здесь достаточно Давно Существует Еще с 19 Века Но только В 2000 Году Было построено Это религиозное Сооружение Ну как всегда Конечно же Буддийские Комплексы Радуют нас Своей праздничностью Буквально сегодня Уже я отправляюсь В Бурятию Для того Чтобы Насладиться Конечно же Тамошним Колоритом Ну что уж там И пост поесть Они же буузы Бузами Называть их удобнее Ну и конечно же Здесь неподалеку Находится Относительно неподалеку Иволгинский Датсан С телом Хамба Итегелова Который Нет Ленин И это Действительно Так В этом районе Ступа Конечно Как нельзя Кстати Поскольку Ее Задача Не только Религиозная Не только Хранить себе Что-то Важное С духовной точки зрения Но еще и Организация Пространства Этому району Оное Не повредило бы Пожалуй Единственное правило Которое мы не сможем Выполнить Это ходить Здесь строго По солнцу По часовой стрелке Поскольку Дальше Проход Закрыт И поэтому Мне сейчас Придется Нарушить Немного Буддийские Правила Ну что Пока мы Идем К другим Достопримечательностям И отошли от трассы Расскажу вам Еще небольшую Историю В конце Восемнадцатого Века Иркутский Генерал Губернатор Способствовал Известному По прошлым выпускам Персонажу Шелихову В организации Русско-американской Компании Иркутс Фактически Стал тем Местом Где набирались Команды И проводились Все торговые Операции Но на этом Взаимодействие Иркутска С Америкой В том числе Русской Не заканчивается Был Представьте себе Сейчас бы ездили На Аляску На поезде А между прочим Туннель Под Ла-Маншем Самый известный Был прорыт Только в 1994 Что ж Цивилизация Закончилась Совершенно Непременно А мы залезли В эту глушь Чтобы я показал вам Князь Владимирский Монастырь Основанный В 1888 Году Как несложно догадаться В честь 900-летия Крещения Руси На деньги Местного купца Литвинцева Из-за этого Главный храм Назывался Литвинцевским Или же Белым Ну что Соответственно Из него Видать Гуси Много Гусей Храм Как и издали Кажется Доминантный Местный Так и вблизи Он действительно Огромен Очевидно Из-за того Что дел было В 900-летии Крещения Построен храм В стиле Храмов Московских Древнерусских Посмотрите На эти Кокошники На форму Окон Все Напоминает О старине Не стали Они тут Вделываться Делать какой-то На русский стиль А создали Такой Пышный Торжественный Храм Он действительно Колоссален И удивительно Что он Располагается В таком Отдалении От города Нет тут Ни стен Одни ворота Сохранились Но сам храм Выглядит Очень свежо Отсюда Особенно Заметно Как храм Сложен Много Ярусов Много Объемов Много Форм Может быть Не поражает Он таким Восхитительным Убранством Сложным Но Тем не менее Крайне Торжественен На вид Суть по всему Никакой монашеской жизни Здесь нет А если есть То крайне Немногочисленно Между прочим Храму Иконы Писались В самой Троицергиевой лавре А это Статус И это Уровень При том Что здесь Уже наверняка Была Своя Иконописная Школа Все таки Конец 19 века По сути У храма Нет даже Парадного Входа Вот Все Обозначения Указуют Всего лишь На эту дверь Чтобы войти Внутрь Даже Бахилы Просят Надевать Согласно Геометрии Храма Есть у меня Подозрение Что раньше Вход был Вот здесь Как раз Под колокольней Но в советское Время Это здание Принадлежало НКВД И очевидно Было Переделано И перестроено Потому что Ну никак Вход Таким образом Располагаться Не может В такой Величественный Храм Ребят Еще один Необычайно Красивый Храм Конца 19 века Казанской Иконы Божьей Матери Выполнен Выполнен В таком Псевдо Византийском Наверное Стиле Говорят Нашли Архитекторы Здесь Какие-то Индийские Мотивы Но И правда Новый Иконостас Который Там Установлен Выполнен Из Индийского Гранита Ну а в народе Церковь Это называли Красной За ее Конечно же Не только цвет Но и красоту Что-то Конечно Говорит Об Иркутске Возведение Таких Восхитительных Храмов Честно говоря Ждал я Великолепных Храмов В стиле Сибирского Барокко Но князь Владимирский Вот этот Казанский Храм Который Находится По сути На отдалении От города Конечно Абсолютно Поражают Именно Сложностью Архитектуры Сложностью Самих Проектов И отдельно Хочу отметить Что здесь Множество Скульптур Вероятно Гранитных Невероятной Просто Красоты На этой Бесконечной Улице Баррикад По которой Мы идем Аж от Самого Датсана Обнаруживается Артзавод Доренберг С конца Девятнадцатого Века Здесь был Первый Паровой Пивомедоваренный Завод Купца Федора Доренберга Между прочим Через Ли и Паю Поставляли Местное Пиво Аж Говорят В Нью-Йорк Местный Портер Знаменитый Пространство Не так Много лет Насколько Мне известно Полностью Оно открылось Только В этом году Несколько Тут Частей Несколько Кластеров Несколько Зданий Выглядят Весьма Мило И современно Правда Что Конечно Далековато От Цивилизации Нет Ну все Атрибуты Современного Города Иркутска Есть Значит Креативный Кластер Мы нашли Бывал я уже В гастромаркете Еды Бывал я уже На крайне Современном Рынке Ну правда Я вам этого Не показал Потому что Я тогда Пришел И там Ел Масштабно Весело Не жил Пока что Но Все таки Еще Раненько Суббота Час дня Думается Народ сюда Подтянется А летом Наверное Здесь И отбою Нет Посетителей Правда Окружение Здесь Правда Сомнительное Сплошь Какие-то Шиномонтажки И магазины Аккумуляторов Осталось До Урала Дальше Тоже Интересно А, я только сейчас понял, что это Бабар. У стен Знаменского монастыря очень интересный памятник адмиралу Колчаку. Единственный, между прочим, в России. Именно в Иркутск в ноябре 1919 года из Омска переехало его правительство. Но оставалось Колчаку недолго. Через несколько месяцев, в феврале следующего года, он был снят с поезда и расстрелян. Сам Знаменский монастырь, что за спиной у Колчака, основан в 1689 году еще. На данный момент сохранилась церковь Знамения и на ее территории захоронение нескольких декабристов, их родственников и того самого промышленника Шелихова из русско-американской компании. На данный момент это единственный женский монастырь в Восточной Сибири. Войдем внутрь ненадолго, не отвлекая насельниц. Место, где похоронена жена Трубецкова. Еще одно захоронение декабристов. Валентин Распутин, тоже один из уроженцев здешних мест. Вам он, наверное, знаком по деревенской прозе, ну и, конечно же, по прощанию с матерой. А вот и она, конечно же, отличающаяся особой пышностью могила Григория Шелихова. Не только русские писатели вроде Распутина писали о Приангарии. Писал об этих местах еще и Жюль Верн. Есть у него роман «Михаил Строгов». Вкратце царь отправляет своего гонца предупредить иркутского губернатора о том, что его ближайший помощник готовит измену и присягает татарскому хану. Сам Жюль Верн даже близко к Иркутску никогда не приближался. И поэтому просил внести правки не кого-нибудь, а самого сдатака русской души Тургенева. Ох, ребят, в какую красоту мы пришли. Иркутское водохранилище. По сути, огромный разлив Ангары, образовавшийся после того, как Ангару перегородили. И поставили иркутскую ГЭС, верхнюю по расположению ступень Ангарского каскада, куда входит Братская, Устилимская, Бабучанская. И еще какие-то гидроэлектростанции, которых я не вспомню. С вашего позволения я туда не пойду, поскольку плотина эта действительно огромна. Прогуляемся по этому берегу. Вся инфраструктура имеется. Бары, легкая набережная, спуск к воде, красотища. Инфраструктура, конечно, немного местами покосилась, и вот приходится ходить вот так. Но если что, вы можете не бояться Ангара. Она же, собственно, вытекает из Байкала, поэтому вода здесь, вон какая чистая, вон как мелко. Все видать. Между прочим, вот эта вот самая страшная гидроэлектростанция в свое время подняла уровень Байкала на целый метр. Что аж шаман камня не видать. Главная, наверное, достопримечательность набережной, теплоход Ангара, спущенный на воду Байкала в Листвянке в 1900 году, куда его доставили в разобранном виде из Нью-Кассла. Предназначался он для того, чтобы прокладывать путь парому Байкал, который перевозил, соответственно, людей и товары с берега на берег. Дело в том, что толщина льда достаточно высока, а паром этот больше 70 сантиметров не брал. В начале гражданской войны был он вооружен, поставили на него пушки. Сделал он даже пару выстрелов по белочехам, на чем, в принципе, история его и закончилась. Послужил он какое-то время для нужд местного ДСААФ. Да, так и остался в одном из заливов. Хотели Ангару разрезать, но все же сохранили и музеифицировали. А первый, самый первый пароход на Ангаре заложили неподалеку отсюда, в селе Груденино, еще в 1843 году. Он был полностью деревянный, кроме двигателя. И, помимо прочего, снабжен полным набором парусов, поскольку в те времена еще не очень сильно верили, что пароход это такая уж надежная штука. И, как любое новшество, отрицали. Вот такая вот удивительная штука. Тут смотреть, какая красота. И представьте себе этот корабль. Черт возьми, он может быть на ходу, а ему больше 120 лет. Ну что, ребята, на этом ветреном берегу Иркутского водохранилища, широко разлившегося, мы заканчиваем с этой частью Байкала. При Байкалье все, я отправляюсь дальше в Бурятию. Что ж, если вы досмотрите этот выпуск до конца, по традиции, пальцы вверх, пальцы вниз, комментарии, ругательства, дополнения. Хвалить меня, кстати, тоже можете, мне это нравится. Подписывайтесь на мой канал, на мой контакт, на мою телегу. Я обещаю, там везде абсолютно разный контент. А не как вот говорят всякие люди из соцсетей. А пока что, че, в Иркутске классно. Но пора двигаться дальше. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok